Всем привет! Сегодня мы будем готовить шоколадный кик-попс, который станет отличным украшением для детского, так и для взрослого праздника. Начнем с приготовления бисквита. Растительное масло смешиваем с какао. Если останутся комочки, размешиваем миксером. Яйца комнатной температуры взбиваем на маленькой скорости. И как только они станут однородными, увеличиваем скорость миксера до средней и всыпаем дождиком сахар. Когда сахар весь сведен, взбиваем на высокой скорости до пышной воздушной пены. Масса должна медленно стекать лентой с венчика и осветить след на поверхность. Какао перемешиваем миксером. Я это делаю для того, чтобы было меньше сухих ингредиентов. Лучше использовать высокую чашу, чтобы не было брызг. Миксером смешиваем с разрыхлителем. Всегда сначала выливаем жидкие, а потом сухие ингредиенты. Муклой обязательно просеять. Аккуратно быстрыми движениями снизу вверх перемешиваем тесто. Чем дольше вы будете мешать, тем тесто может досесть и уже не подняться в духовке. Выливаем тесто в форму 18-20 см. У меня разъемное кольцо, без дна. Смазывать ничем не надо. Вниз положить только пекарскую бумагу. Выпекать бисквит в 40 минут разогретой до 175 градусов в духовке. Режим вверх-вниз. Готовый бисквит сразу вытащить из формы с помощью тонкого ножа или деревянной палочки. Оставить на решетке до полного остывания. Режим вверх-вниз. Посмотрите, как он получился высокий и воздушный. Остывший бисквит разломать на кусочки и перетереть в крошку. Для приготовления крема нам понадобится сливочное масло и сгущёнка. Сливочное масло должно быть мягкое. Можно заранее достать его из холодильника за 1 час до приготовления и порезать кубиками. Взбиваем масло до просветления. Добавляем сгущёнку и взбиваем до однородности крема. Я всегда в конце перемешиваю крем лопаткой. Собираю сладкие крема в чаши. В бисквитные крошки часами добавляем крем и каждый раз хорошо вымешиваем. Для киклопсов нужно в меру влажное тесто. Если будет слишком сухое, на шарике будет трещина. А если слишком много крема, не будет держаться на палочке. Скатываем шарики примерно одного размера. Если хотите, чтобы они получились одинаковые, взвесьте каждый кусочек теста и потом скатайте шарики. У меня получилось 20 шариков по 44 грамма. Каждую палочку обмотните в растопленный шоколад и воткните до середины. Перед нанесением глазури киклопс надо отправить в морозильную камеру на 30 минут. Для приготовления глазури нам понадобится темный шоколад и растительное масло без запаха. Шоколад растут к импульсаме по 10 секунд в микроволновке или на водяной бане. Добавить растительное масло и перемешать. Каждый киклопс окунуть в теплый шоколад, стряхнуть излишки, постучав по руке. Шоколад очень быстро застывает. Если хотите украсить десерт посыпкой, нанесите ее сразу и поставьте киклопс на подставку. Или просто переверните перед ногами. Продолжение следует... От холодных киклопсов шоколад будет быстро остывать и становиться густым. Я периодически подогреваю его в микроволновке по 5 секунд. Готовые киклопсы хранить в холодильнике. Всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале ТейкАрт. Субтитры сделал DimaTorzok